Всем тихой ночи. Когда кажется, что мы обсудили уже все темы, связанные с фондом на этом канале, можно поговорить о чем-то вдохновленном вселенной SCP, ведь таких вещей тоже на удивление много. Само по себе существование такого явления, как SCP, заставляет авторов, творящих в самых разных жанрах делают что-то похожее. На ютубе в последнее время все больше каналов, суть видео которых в том, что это запись телесигналов из параллельных реальностей, и конечно же творчество такого жанра не могло пройти мимо SCP, но канал, который мы сегодня посмотрим, не делает контент по SCP непосредственно, а развивает свою вселенную, мир альянсами нервы, хоть и имеет с SCP много сходств, но достаточно самобытен и во многом отличается от прародителя. В описании к каждому видео есть подобие статьи с сайта SCP, где в псевдодокументальном стиле описывается тот или иной объект, а само видео служит основной иллюстрацией, либо само по себе является аномальным объектом. Первое видео рассказывает нам, что в мире существует огромное количество аномальных явлений, информацию о которых власти конечно же скрывают, при этом скрытие информации приводит к гибели многих людей, потому что встречая неведомое, обычные граждане не знают что им делать, и их неправильные действия часто приводят к ужасным последствиям. Чтобы помочь обычным людям, представители аномального сообщества создали организацию под названием Альянс Минервы, которая управляет группой людей, называемая Эри Команд, что можно буквально понимать как командование Орлиного Гнезда. Своей задачей эта организация видит подготовку обычного человека ко встрече с миром аномального. Во втором видео нам показывается шоу с вопросами, где плохо нарисованный клоун задает детям разные вопросы. Поначалу они безобидны. Клоун спрашивает сколько колец в олимпийской символике и задает подобные вопросы. Но чем дальше, тем больше. Вопросы начинают касаться темы убийств, войн и в конце вообще происходит скример. Клоун широко раскрывает свой рот и обещает утащить зрителя в страшное место. Все это уже немного похоже на SCP, а именно на SCP-993 клоуна-помпона. Но что действительно максимально сильно отсылается к SCP, так это описание к видео. Там написано, что агентами Нервы, внедренные в полицейский департамент небольшого города, сообщили о странном случае. Семья уселась у телевизора и начала смотреть новую кассету шоу про клоуна. И когда началась последняя страшная часть, ребенок начал кричать, что видит ад на экране, после чего умер от остановки сердца. Агент Минервы забрал кассету на хранение в Альянс и провел небольшое исследование, в результате которого узнал, что запись создана компанией Little Sisters Entertainment. Но некоторые части были добавлены неизвестной третьей стороной. Продукция маленьких сестер еще много раз попадается Альянсу. Как-то раз агенты Минервы узнали о слухах о том, что по телевизору можно увидеть страшное детское шоу, делающее ужасные предсказания, которые неизменно сбываются. Довольно долго ничего подобного найти не удалось, но помог случай. Однажды человек из Минервы осматривал магазин, в котором продавали фильмы на кассетах. В этот момент в помещение вбежал напуганный мужчина, кричавший, что хочет вернуть свою недавнюю покупку. И более того, настаивавший, что ее нужно немедленно уничтожить. Агенты забрали у него фильм и отправили его на ближайшую свою базу. Где после ее исследования был сделан вывод, что это аномальный предмет класса монарх. При этом было открыто, что в случае стирания памяти, после просмотра никаких последствий не наступает. На самой кассете можно увидеть гадалку, которая начинается с обычных для такого жанра развлечений, с астрологией и гаданием Таро. А вот концовка, вместо типичных подходящих буквально любому человеку общих слов, показывает различные катастрофы и бедствия. Причем поначалу предсказания явно относятся к событиям прошлого. Это войны и аварии на атомных станциях, природные бедствия. А вот затем идут апокалиптические предсказания будущего, заканчивающиеся утверждением, что вся жизнь на Земле будет уничтожена. Такую вот продукцию создает компания Little Sisters Entertainment. Есть тут и связанные организации, например, лаборатория Pegasus, или как тут написано Pegasus. Эта компания объявила, что занимается разработкой телекоммуникационной технологии, которая станет революцией в развлечениях. Конечно же, Альянс Минерва внедрил туда своего агента, и тот выкрал кассету, ту самую запись, которую мы теперь видим на экранах. На этой кассете оказалась презентация проекта, которым занималась лаборатория, а суть его в квантово-телепатической передаче медийной информации. А дикторов местного радио и телевидения прямо в мозг зрителю. Нужно лишь установить устройство под названием Neuralink себе в череп и наслаждаться. По какой-то неизвестной причине продукт не вышел на рынок, а разработки, связанные с ним, были забыты. Есть это собрание ведьм, и даже аномальная фирма, которая травит насекомых и грызунов. Ее операторы были замечены за крайне странными манипуляциями, и агентами Нервы добыли кассету с инструкциями для работников. Оказалось, что те вылавливают в домах не только крыс, но и теневых существ, и даже состоящих из эктоплазмы сущностей. В общем, делают некоторую дополнительную работу. Странными делами тут занимается и правительство. Куда же без этого? Люди из Минервы следят за информационными передачами, создаваемыми государством. В них время от времени тоже проскакивает что-то странное. Вот в ролике, посвященном тому, что нужно делать во время землетрясения, дается совет, что нужно сидеть в тишине вне зависимости от того, что видишь и слышишь, потому что они могут услышать. Кроме всего этого, Альянс Минервы занимается поиском классических аномалий. Как бы абсурдно ни звучало это словосочетание. Годами ходили легенды о процветающем городке, находящемся в каком-то месте, которое точно никто не мог назвать. Единственное, что вспоминали свидетели, это зеленые огни в небе, которые они видели, когда проезжали мимо города. Опросы свидетелей и поиски самого городка долгое время не приносили никаких результатов, пока к агентам Минервы не подошла женщина и не рассказала, что сама жила в этом городе. Город этот, по ее словам, имеет необычную защиту от окружающего мира. Человек со стороны практически не может его обнаружить. Также женщина рассказала, что каждый год в городе случается некое событие, от которого зависит его процветание. Но вот рассказать об этом событии отказалась, ссылаясь на то, что оно было слишком ужасно и что ей тяжело вспоминать. Вместо этого она дала работнику Минервы видеокассету, из которой можно понять, что же происходит. Вначале говорится, что в событии можно участвовать по телефону, так сказать удаленно. Ну что актуально? Участники телефонной церемонии должны выбрать лучшее заведение города, участвовавшее в соревновании по готовке. Лучшее произведение искусства в конкурсе художников, выбрать победительницу конкурса красоты, выбрать источника отваги и получателя этой отваги. Далее нужно выбрать, каким инструментом получатель отваги будет принесен в жертву и какой именно орган будет изъят у него во время церемонии. Сразу после окончания телефонного голосования начинается само событие, по завершению которого над городом загорается зеленый огонь. Интересные там, похоже, вещи происходят, но вот сам этот город Минерве найти не удается. Кроме таких вот небольших историй, на канале есть одна достаточно продолжительная. Суть ее в том, что как-то раз в 89 году путешественник Томми Парнсес отправился в поход, после чего пропал. Через много лет другой путешественник нашел в лесу кассету, на которой была диктофонная запись с голосом пропавшего. На первой кассете не было ничего необычного, кроме простых путевых заметок. Но вскоре в лесах начали находить другие кассеты, и агенты Минервы решили забрать их себе. На второй найденной кассете слышно, как Томми посреди ночи проснулся от ужасающего воя. На третьей он жалуется, что стал плохо спать, и совсем не встречает людей по пути. Из четвертой записи мы начинаем понимать, что же такое случилось. Томми дошел до места, куда он двигался. А там вместо города, что там должен был быть, только лес. Да и вообще, герой теперь заметил, что все следы цивилизации пропали. Вот такие вот приключения. В общем, Альянс Минервы это как SCP, только не SCP. Интересно все же смотреть на то, как успешная формула секретной организации, собирающая аномалии, находит все новые и новые воплощения. Такими темпами нас ждет много интересного. Всем пока!